Пять, четыре, три, два, один, поехали! Ой, какой кошмар! Слушай, ну это просто ужас! У вас в доме завелась говорящая голова! Вон, вон, на наш кредит! Ты не видел, что ли, телевизора? Не видел. Пожалуй, кроме Карлосона, никого больше не удивить говорящей головой в ящике. На сегодняшний день телевизор стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. По нему мы смотрим мультфильмы, кино, познавательные программы, узнаем новости, слушаем музыку. Но, несмотря на то, что телевизор – это совершенно привычный нам атрибут любого интерьера, и есть он в каждой семье, он все равно обладает магией. Особенно те люди, которых мы видим на экранах – телеведущие, красивые, опрятные, с хорошей дикцией, прямой осанкой. Эти люди кажутся нам обладателями самой желанной профессии. На них хочется быть похожими, ведь их смотрят и слушают тысячи людей. И, кажется, нет в мире человека, который бы не хотел оказаться по ту сторону экрана хотя бы на один день. Программа «Детская служба новостей» решила воплотить мечты в жизнь ребятишек, которые хотели попробовать себя в качестве настоящих телеведущих. Целый месяц педагоги, опытные тележурналисты Юлия Гадар и Софья Сопрыкина занимались с ребятами. Ведь прежде чем принять участие в записи программы, необходимо освоить много навыков. Например, надо научиться дышать животом, надувая его как шарик, чтобы дыхания хватало на длинную фразу. А чтобы четко и правильно произносить все звуки, необходимо каждый день делать артикуляционную гимнастику. При записи эфира необходимо научиться не отвлекаться ни на какие посторонние звуки и ни в коем случае не отводить взгляд от камеры, иначе придется переписывать весь дубль заново. Это непросто, так как в телепавильоне находится съемочная группа и коллеги по цеху. Также нужно не забывать улыбаться, потому что при улыбке голос становится мягче и приятнее, а с помощью интонации, мимики и жестов научиться делать правильные акценты в предложениях. В общем, нюансов много. Это только кажется, что в работе телеведущих нет ничего сложного. Уверена, ребята тоже так думали, пока не попали на запись эфира в телепавильон. Месяц занятий, отработка текста, и вот настал день Икс. Софиты, камеры, телесуфлер и долгожданная фраза от режиссера «Тишина в студии, пишем». Есть вещи, глядя на которые, не задумываешься, откуда они взялись и как работают. Вот, например, Солнце. Мы видим его каждый день. Оно то всходит, то заходит. Казалось бы, для нас уже нет в этом ничего интересного. Но если начать изучать эту гигантскую звезду, то можно узнать много нового. Например, то, что Солнце выделяет не только тепло, но и множество крохотных частиц, которые образуют солнечный ветер. Он не очень полезен для нашей планеты. Поэтому магнитное поле Земли защищает нас от него, как большой невидимый щит. И если переехать на Северный полюс, то в небе можно увидеть очень красивое свечение. Оно возникает там, где потоки солнечных частиц бьются на магнитное поле Земли. Это свечение называется Северным сиянием. Угадайте, от каких слов произошел трамвай. Это несложно, если вспомнить некоторые английские термины. И то, на что похож трамвай. Трейн – поезд, уэй – путь. Поэтому трамвай – это городской поезд. В Барнауле протяженность трамвайных рейсов составляет 122 километра. Это больше, чем расстояние до Алейска. А знаете, сколько людей ежедневно перевозят барнаульские трамваи? 250 тысяч! Это же четверть миллиона! А сколько времени нужно, чтобы выучиться новогодного жатого? Чуть меньше полугода – 5 месяцев. Так что, если не знаете, какую полезную профессию освоить, вот вам вариант. Интересно, что водитель у этого экологичного транспорта – чаще всего женщины. Отчего так? Загадка. А вы, как думаете, почему? Живой мир – такой загадочный. Чего только не встретят. Например, у стрекозы есть темные очки. Да, стрекозы прекрасно видят. Кроме того, они умеют преломлять лучи света так, чтобы не было бликов даже на водной поверхности. А еще угол обзора зрения стрекозы – 360 градусов, то есть она в прямом смысле видит все, что вокруг. Они лидеры еще в одной области – скорости движения среди насекомых. Обычный их темп около 30 км в час, но в случае острой необходимости они могут развивать 57 км в час и выше, как автомобиль. Хотя, конечно, на самом деле стрекозы – это маленькие вертолеты. Благодаря обтекаемым формам тела и возможности использования каждого из четырех крыльев в отдельности, они могут молниеносно менять не только скорости, но и направление полета. Память о рыбке всего 3 секунды. Вот от плана в одну сторону вернулась и снова здравствуй. Пора ознакомиться. Может, вы читали или слышали об этом факте. Так вот, это неправда. Ученые провели множество экспериментов, которые доказали, что золотые рыбки помнят события недельной давности. Но если в аквариум подселить новичков, то хвостатые будут побывать ознакомиться по большой осторожности. Своих от чужих они вполне могут отличать, а значит и помнить. Речные рыбы знают и того больше. Они различают на годы направления течения, помнят опасных врагов и хищников. Опасные и вкусные места в реке. Поэтому не верьте мифам. Все проверяйте в книгах и развивайте память. Все мы знаем, что тигр полосатый. Но мало кому известно, что если побрить тигра, он все равно останется полосатым. Узоры шерсти тигров повторяются и на их коже тоже. Кроме того, полосы тигров уникальны. А как и отпечатки пальцев у людей. Самыми популярными домашними животными признаны котики. Специалисты утверждают, что существует порядка 70 кошачьих пород. Но какими бы они ни были разными, у них у всех есть общие черты. Например, у всех кошек очень тонкий слух. Они могут услышать даже слабый мышиный шорох. А вот на громкую музыку прямо под ухом могут и не обратить внимание. Еще все кошки ходят бесшумно, потому что втягивают в коготки свои мягкие лапки. На заметку родителям, домашние животные способны привить детям чувство ответственности. Так как за ними нужен уход. Поэтому взять в семью питомца лучший способ развить у детей и ответственность, и любовь к братьям нашим меньшим. Но, пользуясь случаем, хочу сказать родителям, давайте уже заведем маленькое пушистое счастье. По статистике, в летнее время каждые 3 секунды продается одна порция мороженого. Оно и понятно. Вкусное, прохладное, сладкое, фруктовое, в шоколаде. Ммм, спасибо китайцам. Причем здесь китайцы, спросите вы. Да потому что именно они изобрели мороженое еще 5000 лет назад, подавая к столу замороженные соки фруктов. Кстати, мы привыкли, что мороженое сладкий десерт, но на самом деле мороженое многолико. Если путешествовать по миру, то можно встретить рыбное, перченое, острое, томатное и даже чесночное. Рискнули бы попробовать такой десерт? Кстати, о Китае. А вы знали, что в этой стране особое отношение к птицам? Вот, например, некоторые полицейские используют гусей вместо собак. Они утверждают, что гуси обладают прекрасным зрением и бывают агрессивны, что делают их хорошей альтернативой полицейским собакам. А вот голубей в этой стране используют для передачи сообщений. Причем пользуются такой воздушной почтой армией. В данный момент китайская армия готовит 10 тысяч голубей в качестве почтальона для известной системы связи. Уверена, вы по достоинству оценили наших юных телеведущих. Поверьте, они очень старались и переживали. Ведь это был их первый опыт, и мы очень надеемся, что не последний. Позвольте представить, Карлсон, а это мой маленький... Куда? Ну, я так не играю. Куда? 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 То-то-то-то-то-�� спорт. Это мой ребенок, которыйptает.